МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» с главными событиями. Прошедших выходных и первого рабочего дня недели вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Эффективно потратить каждый рубль. Более 4 миллиардов рублей получит Чувашия с федерального бюджета на строительство социально важных объектов. Помним, гордимся. В Чувашии готовятся к предстоящему празднованию Дня Победы. Юные исследователи. Научно-практические конференции проводят сейчас даже в детских садах. 4 миллиарда 212 миллионов рублей с федерального бюджета будет выделено Чувашской республике в этом году. Это на 25% больше, чем в 2015-м. Средства направят на социально важные объекты. Какие? В нашем репортаже. 1 миллиард рублей предусмотрен на дорожное строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Еще миллиард выделен на жилищное строительство и строительство объектов социальной сферы. На разработку и распространение в системах среднего, профессионального и высшего образования новых образовательных технологий форма организации образовательного процесса 142 миллиона рублей. Эти средства выделены республике после визита премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева, вице-премьера Ольги Голодец и министра образования Дмитрия Ливанова. Наполнительные деньги будут направлены на приобретение учебного и лабораторного оборудования, компьютерной и офисной техники, повышение квалификации преподавательского состава. Кроме того, республика получит средства на строительство новых школ. Дается старт строительству новых инновационных общеобразовательных школ. 25 миллиардов рублей по регионам распределили. Мы представляли свои проекты для региона Приворска федерального округа. Проекты прошли конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации. И средства предусмотрены уже нам 583,6 миллионов рублей. Поэтому задача наша на территории микрорайона, где мы называем медицинский гластер, школа начата строительство. Строители, подрядчики, которые выиграли конкурс, справятся. Мы дополнительные средства даже в этом году реально можем получить. Запланированы средства на строительство двух детских садов в Чебоксарах, в микрорайонах Радужный и Новый Город. Глава Чуваши поручил столичному руководству подготовить документацию и определять подрядчиков. Также в республике будет продолжена реконструкция спортзалов в сельских школах и установка оборудования для ЕГЭ. В этом году запланирована работа в 26 муниципалитетах. На проведение ЕГЭ и с этой целью из федерального бюджета мы также получаем федеральные средства для того, чтобы Южный район, АллатРск, Шимушинский и другие районы обеспечить доставкой КИМ через электронные средства и современные механизмы. Это позволит ежегодно экономить бюджет республики порядка 6 миллионов. Почти 800 миллионов рублей будут выделены на реализацию программы по переселению из аварийного фонда. С учетом регионального финансирования почти миллиард 200 миллионов получат чебоксары. В столице республики необходимо переселить в современные квартиры 3,5 тысячи человек. Будут выделены средства на переобучение безработных. Осенью в республике планируют открыть новый корпус онкодиспансера. В планах Министерства здравоохранения создать здесь новый проект. Дополнительно пилотный проект по развитию телемедицины у нас в Чувашской республике именно в онкологии. То есть наш опыт и наше достигнутое взаимопонимание не только позволит построить хирургический центр, но и развить дальше вопросы телемедицины в онкологии. Плюс еще на сегодня мы обсуждаем вопросы возможного сотрудничества в области ядерной медицины. Федеральный центр также предусмотрел средства на реконструкцию московского моста и строительство развязки Фучика-Эги. Проводить соответствующую работу по эффективному и своевременному трансформированию средств. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы это качественно происходило, нужно подготовить качественную документацию. Всключение всех тех обязательств со стороны, прежде всего, сторон. Мы полностью за каждый бюджетный рубль отвечаем. Транспортная развязка по улице Фучика будет открыта уже летом. Правда, до дня республики, как планировали подрядчики раньше, сдать объект не удастся. Сегодня премьер-министру Чуваши озвучили новые сроки. Иван Маторин приехал на место будущей развязки, чтобы проинспектировать ход строительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Строительство транспортной развязки на улице Фучика возобновилось с новой силой. Техника начала укладывать земляное полотно. Под Сугутским мостом уже работают буровые установки. Хотя еще в начале апреля строители и городские власти жаловались председателю правительства на то и дело возникающие проблемы. От подрядчиков требовали проекты на перенос водопровода, газопровода и электричество. Было необходимо убрать мусор на месте снесенных домов. Строительный хлам мешал работе техники. Спорные вопросы удалось решить в сжатые сроки. По газу. Для того, чтобы это все сделать, нам нужно 15-18 мая... По газу в прошлый раз вы сказали, что нам 3 дня нужно. Нет, мы уложили, сети уложили. Существующие сети как раз там проходят. Когда начнем котлованно разрабатывать, они у нас выходят. Нам бы как-то ускорить по переврезке. Проекта что ли не было? Или с газовиками не согласовывалось? Слева опрос сегодня сняты. Ждем переврезку нам. Переврезку. Вот и все. Это будет 15-18 мая. Необходимые средства на строительство транспортной развязки из федерального бюджета будут выделены в полном объеме. Недавно было подписано соглашение с Росавтодором. Софинансирование уже предусмотрено в республиканской и городской казне. Необходимая сумма 232 миллиона это по федерации соглашение с Росавтодором по данному объекту. Ну и плюс 50 с лишним миллионов это городские и региональные средства. То есть деньгами объект обеспечен в полном объеме. Сегодня необходимо слаженно работать. Как данные сегодняшнего планерки показали, что каких-то недопониманий сегодня ни с проектным институтом, ни с субподрядными организациями нет. Подрядчики обещают, что прокладывать асфальт начнут уже в конце мая. В перспективе эта дорога будет выходить напрямую на Сугутский мост. Развязка разгрузит транспортный поток на улице Богдана Хмельницкого. Это тоже серьезный объект, в рамках которого мы строим новую развязку на территории города и расселяем около 10 домов. Практически 100 семей в рамках реализации этого проекта получают и получили уже новые квартиры. Чтобы не было разногласий и разночтений, хочу напомнить, что контракт был заключен в июле прошлого года. Срок сдачи этого объекта 1 декабря 2016 года по контракту. Но подрядчик хочет работы сдать досрочно. Реализовать эти планы сейчас не мешает ничего. Подрядчики обещают ускорить темп. После сегодняшней выездной проверки на строительную площадку подрядчики озвучили новые сроки окончания работ. Транспортную развязку планируют сдать 1 августа. Проблемных вопросов больше возникнуть не должно. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Ход посевной кампании, создание нового общественного движения школьников сегодня обсуждали в Доме правительства. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что весенние полевые работы в полном разгаре. Посеяно 52 тысячи гектаров яровых культур. Это на 25% больше от плана. В южных районах приближаются к половине от запланированного. Хозяйства также приступили к посадке картофеля и сахарной свеклы. Из-за погодных условий посевные работы задержались на полтора дня. Михаил Игнатьев поручил ускорить работу и сокращать издержки производства, чтобы не было лишних затрат. В России планируют создать школьное общественное движение. Его отделение появится во всех регионах страны. В Чувашии сейчас 650 молодежных общественных организаций. В них участвуют более 50 тысяч молодых людей. Но все они разрознены. Я думаю, это все не повторение, не дублирование пионерского комсомольского движения. Но идеи, заложенные в системе воспитания, которые были в советское время, я думаю, мы будем использовать. Там есть действительно богатый опыт, на который мы можем опираться. В целом, задачу развития общественного движения мы выстраиваем логикой не только объединения учащихся, но и ресурсного обеспечения. На этот год почти 4,59 миллиона рублей. Это общественные фонды, которые привлекаются для того, чтобы поддержать наши общественные организации. Общероссийская общественно-детско-юношеская организация «Российское движение школьников» будет создано в республике к началу лета. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. На совещании обсудили минувшие выходные. 1 мая в этом году объединило два праздника – Пасху, День Весны и Труда. Во всех приходах и церквях прошли службы, посвященные Светлому Христову Воскресенью. Более 50 тысяч верующих приняли участие в праздничных пасхальных богослужениях. Основные первомайские торжества развернулись в столице Чувашии. Как это было, смотрите в нашем репортаже. 9 часов 30 минут. Сквер Чапаева не вмещает всех собравшихся на майскую демонстрацию. Колонны формируются на прилегающих территориях. Сегодня мы одной командой, многотысячной колонии, с главой Чувашской республики, правительством, руководством города, депутатами разных уровней. И, конечно же, с нашими доблестными трудовыми коллективами пройдем по главной улице нашей столицы на Красную площадь. Отдавая тем самым дань памяти и почета, уважения нашей истории, человеку труда и, конечно же, нашим ветеранам. Этот праздник, во-первых, всего города, который объединяет всех горожан. Этот праздник и семейный. У меня семья тоже с коллективом здесь. Могу сказать, что этот праздник, конечно же, хорошего настроения, праздник труда и праздник, когда мы все вместе можем собраться, встретиться. 10.00. Праздничная колонна начинает шествие по главной улице Чебоксар. Открывают его байкеры из знаменитого российского клуба «Ночные волки». Они сопровождают автомобили с Хабаровска, участвующие в автомарше «Звезда нашей Великой Победы». В этом году в шествии приняли участие более 32 тысяч человек. Труженики чебоксарских предприятий, работники учреждений и организаций, профсоюзы, политические партии и общественные движения, из которых самой многочисленной была колонна «Единой России». Первомай нынче совпал со светлым Христовым воскресением. И это придает положительных эмоций. Ведь Пасха – торжество жизни над смертью, добра над злом, радости над грустью. В республике Чуваши очень много людей, которые понимают, что для того, чтобы развиваться, для того, чтобы строить сильную республику, процветающую, нужно много трудиться, много работать. Поэтому мне кажется, что из погоды нам повезло, несмотря на все прогнозы. Дождя сегодня, солнечно, очень много улыбчивых, радостных людей. Поэтому, мне кажется, день удался. Я хочу, чтобы было трудовые и большие успехи, дружные коллектива, ну и, конечно, любви. Только доброе настроение и вера в лучшее будущее. Первомайская демонстрация – одна из традиций прошлого, которую мы не просто храним, но и поддерживаем, наполняя новым смыслом. Мир и согласие, стабильность, солидарность, дружелюбие. Вот эти духом и нравственные ценности передавались с поколения в поколение. Я благодарю нашим дорогим ветеранам, которые воспитали и будут еще воспитывать молодое поколение, достойных граждан Российской Федерации, которые будут заниматься и развитием реального сектора экономики, и формировать будут хорошее, доброе, общественное мнение о Человеке Труда. В год Человека Труда этот праздник – хороший повод вспомнить о тех, кто изо дня в день делает нашу Родину успешнее, богаче и сильнее. Десятки трудовых династий чествовали на главной сцене столицы, общий стаж каждой из них сто лет и больше. Но количественные показатели давно перешли в качественные. Они – наследники своих предков, которые в годы Великой Отечественной войны совершали ратные трудовые подвиги во имя нашего светлого будущего. И именно они, уже со своими детьми и внуками, будут хранить копию знамени Победы, которую привезли в Чувашию участники автомарша «Звезда нашей Победы». К сожалению, в праздничные выходные не обошлось без трагедии. В Нижегородской области на строительной площадке взорвался дизельный компрессор. Среди пострадавших и погибших – жители Чувашии. Евгений Владимирович Мерц, 93-го года рождения, город Чебоксары. Александр Константинов, 89-го года рождения, тоже город Чебоксары. Трое, соответственно, лежат в больнице. Соответственно, по линии медицины оказали содействие. По информации председателя ГК ЧС Чувашии, Вениамина Петрова все пострадавшие были официально трудоустроены. Шесть рабочих на данный момент госпитализированы в Борскую райбольницу. Трое из них – наши земляки. Заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Татьяна Богданова отметила, что юноши находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава республики поручил соответствующим ведомствам оказать максимальное содействие семьям погибших и пострадавших. Также он подчеркнул, что ситуацию необходимо держать под пристальным контролем. В этом году отмечается 71-я годовщина Великой Победы. В столице республики стоялось совещание, на котором обсудили вопрос о организации проведения Дня Победы в Чувашии. Какие мероприятия запланированы в праздничные дни в нашем материале? Помним, гордимся, живем. Под таким девизом пройдут мероприятия, посвященные Великой Победе. По традиции, столица Чувашии станет основным местом их проведения. Вальс Победы, вахта памяти, парад дошкалят, аллея российской славы. Принять участие может каждый. Четвертый раз пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Предполагается, что она объединит не менее 10 тысяч участников. День Победы 12.00 на площади республики будет сформирована колонна. Сейчас повсеместно, по всему городу идет к этому подготовка, информационное сопровождение, подготовка самих портретов и штендеров. На Красной площади состоится митинг, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Парад откроет сводный полк Чебоксарского гарнизона. В шествии примут участие более тысячи человек и около сотни единиц военной техники. Предлагаю торжественное прохождение, посвященное Дню Победы, организовать в следующем порядке. Прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона, прохождение и территориализованное представление казаков, показательное выступление сотрудников ОМОН и СОБР МВД Чувашской республики, прохождение механизированной колонны, прохождение байкеров, проведение акции «Бессмертный полк». Увидеть Парад Победы смогут более 500 ветеранов. Сопровождать их будут социальные работники, сотрудники Минтруда и волонтеры. Участникам Великой Отечественной вручат памятные подарки и именные поздравления. Многие будут принимать на дому. На особым контроле главы Чуваши и Михаила Игнатьева находится вопрос об обеспечении жильем ветеранов, стоящих в очереди на этот год. На 27 апреля 109 ветеранов уже получили свидетельство и подбирают жилье. Еще 20 ветеранов свидетельство получат до 9 мая. Таким образом, до Дня Победы почти 95% ветеранов получат свидетельство на улучшение жилищных условий. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. 3 мая в Ижевске стартовал международный студенческий легкоатлетический пробег, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Бегуны уже побывали в трех городах, а сегодня приехали в столицу Чуваши. И к ним присоединились наши ребята, студенты Чувашского педагогического университета. Чебоксары встречают участников пробега уже в третий раз. 13 лет назад по инициативе Ижевского государственного технического университета вернули еще советскую традицию – марафон в честь Дня Победы. У меня двойное чувство. С одной стороны колоссальная ответственность, а с другой стороны, я не знаю, еще бы, наверное, большей гордости. Потому что это действительно подымает некий такой… Я скажу честно откровенно, трава забвения зарастит нашу память, если мы не будем вот даже такими молодежными аксами все время поддерживать воспоминания. Ежегодно к пробегу присоединяются новые участники. В этом учащиеся восьми вузов добегут до Минска. В каждом городе ребята проводят митинги у Вечного огня, возлагают цветы в память об участниках Великой Отечественной войны. Мои дедушки, прадедушки, бабушки воевали. И действительно я горжусь тем, что они были причастны к такому значимому событию для нас всех. И я считаю, что участие в этом марафоне – это, знаете, как дань, потому что мы сейчас живем в спокойной мирной атмосфере. Я считаю, что очень важно чтить и помнить. Я считаю, что мы тем самым отдаем дань нашим дедам, прадедам, которые отдали свои жизни, которые жертвовали собой ради того, чтобы победить нашего злостного врага. И еще это объединение регионов, объединение стран. Студенты Удмуртского кадетского корпуса города Воткинска решили вести свою традицию. Каждый год вручать всем вузам-участникам пробега саженца сирени, которые со временем разрастутся в сиреневой аллее памяти. Завтра ребята посетят Нижний Новгород, а 9 мая встретят в городе Героя Минске. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Мы – юные исследователи. Под таким названием прошла детская научно-практическая конференция в столичном детском саду «Эрудит». Подробности у Юлии Важениной. Почему в зеркале есть отражение? Как готовится мармелад? И могут ли конфеты быть полезными? Все эти вопросы интересуют каждого ребенка. Не стали исключением и воспитанники детского сада номер 200. Проводить опыты и находить правильные ответы ребятам помогают участие в детской научно-практической конференции. Идея организации детской научно-практической конференции родилась еще год назад, когда мы увидели, что в нашем детском саду очень много способных любознательных детей открыли здесь мини-лабораторию «Любознайка». Дети изучали, ставили опыты, но на суд зрителей и жюри их не выносили. И чтобы подвести некий итог их исследовательских проектов и чтобы получить оценку действительно специалистов, деятелей науки, мы стали организовать такую конференцию. 11 юных исследователей подготовили конференции 8 работ, как взрослые ребята защищают свои проекты и представляют презентации. Алексей Терегородцев впервые выступает перед таким большим количеством людей. И, как говорит сам Леша, ему это нравится. Я рассказала презентацию детям о зеркалах. Мне понравилось то, как я ходил вместе со своими родителями на выставку кривых зеркал, делал эксперименты на вывывомой плоском стекле и с блоками. Его Величество мармелад – так называется исследование Маши Квасовой и Миланы Беловой. Такую сладкую тему девочки выбрали не случайно. Я выбрала эту тему, потому что мармелад полезен, и мне захотелось о нем больше узнать. Я очень люблю мармелад, который я готовила дома. Три месяца юные участники конференции работают над своими исследованиями, ходят в библиотеки и даже посещают различные предприятия нашего города. Очень важно, чтобы дети интересовались наукой. Формируется такой поисковый пытливый ум. Они понимают специфику научной деятельности. Когда детям интересно, это очень важно. Развивается их интеллект, любознательность, и они могут много сделать в этой жизни. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Сбербанк запустил новый вклад «Благодарные сердца», приуроченный ко Дню Победы. Подробности об этом далее я с вами прощаюсь. До свидания. Помогать тем, кто подарил нам жизнь под мирным небом, наш долг. В канун Дня Победы Сбербанк благодарит героев. Такая возможность есть у каждого из нас. «Благодарные сердца» вклад под таким названием презентовали на вебинаре с участием всех семи отделений Волговятского банка Сбербанка. Максимальная ставка по вкладу 9,5%. И это на сегодняшний день самое выгодное предложение Сбербанка. У этого вклада есть такой очень правильный подход для наших клиентов. Это хорошая процентная ставка, на наш взгляд. Одно из лучших предложений на рынке. И уровень процентной ставки колеблется в зависимости от суммы вклада. Сумма начинается от 10 тысяч рублей, от 8,5%. И по суммам от 10 миллионов рублей ставка может доходить до 9,5% годовых. Срок вклада составляет полтора года. Среди преимуществ нового вклада прежде всего надежность. Еще один плюс для вкладчиков Сбербанка открыта Зеленая улица. Вы можете осуществлять операции в любой точке на территории семи регионов обслуживания банка. И самое главное, вам даже не надо приходить в офис для того, чтобы открыть вклад. Все это можно сделать через Сбербанк онлайн в режиме реального времени. Но самое главное, открыв вклад в благодарные сердца, вы получаете возможность поддержать ветеранов и участников войн. Часть перечисленных процентов идет в фонд «Память поколений» из расчета 1 рубль на 1000 рублей самого вклада. Если мы говорим о Сбербанке как федеральной структуре, два основных партнера по социальной составляющей, они направлены на две разные категории. То есть, соответственно, фонд «Память поколений» – это поддержка ветеранов. Значит, второй фонд «Подари жизнь» – это поддержка детей, преимущественно больных онкологическими заболеваниями. Девиз фонда «Память поколений» – помнить, значит делать. У фонда есть специальный сайт «Гвоздика.рф», где каждый может лично пополнить благотворительную копилку. Еще один вариант – открыть вклад в благодарные сердца. Это можно сделать во всех отделениях Сбербанка, которые обслуживают физических лиц, или через интернет-банк «Сбербанк онлайн». Вклад можно открыть с 25 апреля по 31 мая этого года. Субтитры создавал DimaTorzok